как для вашей компании прошел чемпионат мира какими результатами для нашей компании чемпионат мира прошел лучше чем даже мы могли мечтать вообще чемпионат мира это получился какой-то такой сгусток радости и поэтому мы очень довольны его результатами мы очень довольны что удалось показать российскому рынку и мы очень довольны той атмосферой которая сложилась вокруг самого чемпионата праздник частью которого стал наш бренд бат сами не ожидали что получится так здорово и кстати я думаю что никто не ожидал что будет так хорошо продолжая эту тему насколько спортивная тематика эффективна для рекламы алкогольной продукции и как правильно выстроить такую коммуникацию но этого вопрос намного миллиона долларов как бы доказательство того что она правильно является то что пивные бренды являются спонсорами практически во всех странах мира спортивных мероприятий в первую очередь игровых есть оттенки видов спорта где это спонсорство релевантно там где твой бренд может присутствовать адекватно есть как бы виды спорта где твоя аудитория либо не присутствует либо твое присутствие там будет неадекватно поэтому тут все очень зависит от ситуации законодательства целевой аудитории и так далее если говорить как раз про рынки то в чем принципиальное отличие российского алкогольного рынка от любого другого ну наверное очевидное отличие то та степень зарегулированности и количество ограничений которые у нас есть оперируя во всех практически во всех странах мира можно сказать что нигде где продажа алкоголя легально на где она не запрещена за пределами страта шариата такого рода ограничений наверное нигде нельзя встретить сложность заключается в количестве ограничений глубине и наверное некоторых непредсказуемости существуют ли сложности в развитии инфлюенсор маркетинга когда речь заходит об алкогольной продукции мне кажется что вопрос надо ставить шире существует сложность вообще с инфлюенсор маркетингом потому что никто до конца так и не объяснил чем отличается от celebrity маркетинга никто толком как бы качественно не показал чем это отличается от собственно говоря коммуникации да в чем этот инфлюенс в чем это влияние реально заключается мы безусловно пользуемся такого рода каналами наш кейс там потому что сам клинская блогеры мне кажется всем интересующимся тематикой стоит посмотреть как бы 90 процентов органики это ну по мировым стандартам такого я нигде не встречал тем не менее так как маркетинг это искусство наука и дисциплина на вот не хватает науки очень сильно в чем это влияние мне кажется это самый главный вопрос да ну а в том что касается там показателей измеримости это общая проблема диджитал маркетинга ну как бы и частным случаем является инфлюенсор позволяют ли современные измерители увидеть полную картину того насколько эффективны маркетинговой компании на алкогольном рынке ну для того чтобы измерение было бы объективно но должно проводиться внешними некими внешними организациями тут не то что про инфлюенсор маркетинг тут в принципе про диджитал маркетинг такое сказать крайне сложно как все знают собственно говоря кипи и меряют самые сами площадки они не пересекаются друг с другом и так далее в случае инфлюенсор маркетинга данная проблема вводится в квадрат а то и в куб да какие кипи и инфлюенсор маркетинга с точки зрения реальных подписчиков с точки зрения реальных просмотров и самое главное качество этих просмотров то есть тут по всей воронке существует очень большое количество вопросов поэтому я надеюсь что профессионалы этой индустрии этим будут заниматься и мы получим когда-нибудь на них ответы а как вы оцениваете перспективу онлайн продаж пива в россии и какие маркетинговые инструменты вы бы использовали для развития этого канала онлайн-продажи мы его если они будут разрешены мы естественно будем этому рады так как это всегда способствует премиумизации рынка это помогает продвигать бренды это помогает взаимодействие с потребителями на как бы уже конкретной основе это и понятных финансовых итераций ни на каком рынке в мире пока онлайн-продажи пиво не заняли там больше пяти там тире девяти максимум максимальную цифру который я слышал был девять процентов то есть это не то чтобы какой-то мега огромный объемный канал но с точки зрения как раз маркетинга это будет дополнительным плюсом также мне кажется что это позволит в принципе развиваться онлайн ритейлу продуктовому то есть покуда твоя продуктовая картина в онлайне законодательно ограничено это тормозит в принципе его развитие с разрешением торговли пивом онлайн это поможет развиваться онлайн ритейл в принципе в целом более глобальный вопрос назовите главные вызовы которые сегодня стоят перед рекламодателями в россии и в мире на ваш взгляд они не отличаются они не отличаются не не по странам не по континентам мы существуем для того чтобы эффективно генерировать спрос и коммуникации это одно из как бы рычагов которым мы владеем как маркет маркетеры как сделать так чтобы наша коммуникация стала более заметна чтобы она резонировала с потребностями и ценностями покупателей как дело так чтобы именно твоя коммуникация оказалась запоминаемой и выделялась на фоне информационного шума который возрастает из года в год это как бы главная проблема всех всегда и ту задачу к которым мы должны решать в какую сторону будет развиваться маркетинг в алкогольной отрасли в обозримом будущем и если здесь вместо таким модным трендом как персонализация big data я да даже затруднюсь сказ назвать индустрии в fmcg на fmcg рынке где степень персонализации сейчас была бы адекватна то есть персонализация вещь отличная как бы в теории но пока практических кейсов для массовых брендов я пока видел не очень много то есть здесь как раз последнее время я вот наблюдаю обратный тренд какого-то сегментационного нигилизма когда сима крупнейшей мировой кондитерской компании говорит о том что он в принципе отказывается не то что от персонализации он отказывается от сегментации таргетирования его как бы под воздействием теории бы товарища шарпа на он как бы считает что его потребителями являются все все население планеты начинающие есть шоколад как бы поэтому повторюсь технологические решения нам в помощь это великолепно и прекрасно но это суть инструменты это не как бы инструменты которые вращаются вокруг основы того чем мы занимаемся а мы занимаемся пониманием потребителей донесения до него наших посланий какие будут это инструменты связаны они будут с искусственным интеллектом big data инфлюенсерами и прочими новомодными историями как бы это вопрос собственно говоря коммуникационного микса на 99 процентов они вопрос маркетинговой стратегии и самые главные добавленной стоимости от маркетера поэтому мне хотелось бы чтобы мы всегда это держали в уме и не как бы велись на какие-то игрушки не понимая для чего они хотя конечно как пошутил один спикер кто помнит картину особое мнение там болот момент когда том круз идет по какому-то торговому центру и всем выдаются персонализированные рекламные сообщения кто-то сказал что это только в голове у маркетеров так выглядит рай да у спилберга как бы по сценарию фильма это было как бы иллюстрация тоталитарного ада вот поэтому как бы да мы хотим персонализировать да хотим сделать так чтобы наши коммуникационные послания доходили в тот момент и для тех максимальной эффективностью но надо помнить что потребитель первичнее а